Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Привет моим подписчикам и гостям канала! Сегодня я хочу показать вам 4 эффективных рецепта от пигментных пятен на лице с лимоном. Лимон помимо того, что устраняет пигментацию веснушки, выравнивает тон кожи, к тому же отлично очищает и тонизирует наш личико, снимает отечность, устраняет жирный блеск на лице, регулирует выработку кожного сала, а также оказывает очень неплохой эффект лифтинга. Вот сколько замечательных свойств для нашей красоты имеет обычный, хорошо всем известный, доступный в любом магазине лимон. Прежде чем перейти к самим маскам с лимоном, я бы хотела заострить ваше внимание на некоторых особенностях, которые необходимо знать, если вы вдруг решите осветлять кожу с помощью лимона. Во-первых, все маски, которые мы сегодня будем с вами готовить, нельзя хранить. Их можно применять только свежеприготовленными. Во-вторых, все маски с лимоном мы смываем теплой водой. После того, как мы смыли маску с лимоном с лица, необходимо нанести на кожу жирный питательный крем. Лучше процедуры по осветлению кожи с лимоном проводить на ночь. Также не забываем после таких отбеливающих процедур обязательно наносить на кожу солнцезащитный крем с высоким СПФ фактором. Ну и наконец последнее. Прежде чем применять любую из этих масок, обязательно сделайте тест на чувствительность на сгибе локтя, чтобы исключить возможность аллергической реакции. Ну а теперь переходим к самим рецептам. Первый рецепт самый простой. Мы можем использовать от пигментных пятен на лице сок лимона в чистом виде. Для этого нарезаем лимон на небольшие дольки и накладываем на наши пигментные пятна. Сок лимона в чистом виде нельзя держать на коже дольше 10, максимум 15 минут. И это при жирной коже лица, такой как у меня. Если у вас кожа сухая или чувствительная, лучше будет сократить время воздействия в два раза. Если вы боитесь использовать сок лимона в чистом виде, то можно развести сок лимона кипяченой или дистиллированной водой в пропорциях один к одному. Далее берем небольшой кусочек ватного диска, смачиваем в нашем растворе и наносим точечно на пигментные пятна. Разбавленный сок лимона можно оставлять на лице до 20 минут. Если же вы почувствуете какой-то дискомфорт на коже, тогда количество сока лимона лучше уменьшить, а также сократить время воздействия. В общем, подбирайте те пропорции, которые будут комфортны вашей коже. Для второго рецепта нам потребуется лимон и мед. Выжимаем сок лимона в заранее заготовленную емкость и добавляем такое же количество меда. Все тщательно перемешиваем. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Маска получается довольно жидкой. Очень аккуратно наносим ее на пигментные пятна и оставляем на 20 минут. Такая маска отлично подходит обладательницам сухой и чувствительной кожи. Для третьего рецепта нам потребуется лимон и сметана любой жирности. К столовой ложке сметаны мы добавляем примерно такое же количество лимонного сока. Все тщательно перемешиваем. Можно подогреть эту маску на водяной бане до комфортной температуры. Потом наносим ее на наши пигментные пятна точечно и оставляем на 15 минут. Для четвертого рецепта нам потребуется сок лимона и хлопья овсяные. Мы будем делать потрясающий эффективный отбеливающий пилинг с овсяными хлопьями и лимоном. К столовой ложке измельченных в кофемолке овсяных хлопьев я добавляю столько сока лимона, чтобы у нас получилась довольно-таки густая смесь. Вот такая консистенция у нас должна получиться. Аккуратно наносим ее на все лицо. Можно немного помассировать кожу, но не слишком интенсивно. После этого оставляем смесь на лице на 5-10 минут и смываем теплой водой. Этот пилинг идеально подходит для комбинированной и жирной кожи. И обладательницам данного типа кожи выполнять такой пилинг можно 2-3 раза в неделю. При сухой чувствительной коже достаточно будет 1-2 раз в неделю. Использовать маски с лимоном для осветления пигментных пятен на лице нежелательно. Если у вас близко к поверхности кожи расположены капилляры. И на лице имеется заметная сосудистая сеточка. Также, если на коже имеются открытые раны, ссадины и царапины. Нежелательно использовать маски с соком лимона при сильных воспалительных процессах на лице. При фурункулах, прыщах и гнойниках. Вот такие 4 рецепта от пигментных пятен на лице с лимоном я вам сегодня хотела показать. Если это видео было для вас полезным, не забывайте поддержать меня своими оценками. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, чтобы не пропустить интересные рецепты для нашего здоровья и красоты. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!